С Андреем Владимировичем нас связывает 20-летняя дружба. Мы вместе начинали как врачи-психотерапевты в клинике неврозов. Андрей Владимирович на первом отделении, я на четвертом. И это самые теплые, самые, наверное, фантастические воспоминания об этом творческом периоде, об экспериментах, может быть, нехорошо так говорить, не над, а с пациентами клиники неврозов, потому что мы тоже были такими живыми, активными участниками этих экспериментов, поражаясь, восхищаясь и мужеству, и способностям, и талантов наших пациентов, и формируя различные техники, потом открывая их у наших иностранных коллег. Но поверьте, очень много в творчестве Андрея Владимировича оригинальных и тех живых возможностей, ресурсов и техник, которые нам стоит поддерживать, как такие фундаментальные ростки отечественной психотерапии и когнитивно-поведенческого направления в том числе. Поэтому с большой и благодарностью за такой символический и важный для нас визит одного из наших столпов практической психотерапии и психологии. Позвольте поприветствовать и представить его доклад «Забота о себе» как раз в контексте самых современных веяний и нейросайенс, и практической психологии, и того, для чего мы здесь, для того, чтобы поддерживать не только наших клиентов и пациентов, но и самих себя. В этом задача сообщества и в этом контексте очень актуальный и важный доклад, сообщение и такое повествование, нить этого повествования Андрея Владимировича Курпатова, моего близкого и дорогого друга. А так? О, даже громко меня слышно. Добрый день. Спасибо большое за такой теплый прием и приветствие. Я, правда, должен сказать, что я уже 10 лет не занимаюсь психотерапией, поэтому и всячески манкирую встречи с психотерапевтами, но когда Дмитрий Викторович говорит, у нас ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии, я тут должен взять, так сказать, под козырек и явиться. И рассказать я хочу о том, что, на мой взгляд, сейчас очень важное, оно связано с психотерапией, потому что мы с вами оказались в очень специфическом времени. Знаете, вот если посмотреть назад, то оказывается, что когда у человечества все хорошо, он всегда начинает совершать свои самые отчаянные глупости. Черные лебеди прилетают тогда, когда их не ждешь. Мы сейчас находимся в периоде, когда мы ждем этих черных лебедей. Они могут быть самые разные. Вы, наверное, смотрели сериал такой, есть «Черное зеркало», где такой знаменитый английский, британский комик, Букер, рассказывает о том, как технологии, которые приходят в нашу жизнь и изменят наш мир. И он рассказывает о том, как наши внутренние, как бы сказать, такие психологические проблемы и комплексы, наложившись на мощность новых технологий, способны этот мир превратить просто в ад. Вот. Ну, это такая, как бы сказать, печальная преамбула. Но вот я вам должен сказать, что всякий раз, когда человечество действительно с этими своими хорошими временами встречается и ждет своих черных лебедей, оно начинает воспроизводить концепт, который звучит как забота о себе. И сегодня я хочу рассказать о том, о чем я занят сейчас. И хочу рассказать это через призму этого важного философского концепта заботы о себе. Ну, вообще, этот термин появился в свое время в Древней Греции. У них тогда тоже были очень хорошие времена, я вам должен сказать. Это времена Платона, они уже практически полностью оформили свою государственность, были лидерами, так сказать, своего мира, величайшая цивилизация, вот, которая способна казнить Сократа путем... ...народного голосования. Я ответил, да? Раз, 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 раз. Весь в оборудовании. Да, значит, и мы впервые этот термин появился в диалоге алкиавит, где Сократ говорит с этим алкиавитом, это такой красивый, самый красивый в Афинах, амбициозный юноша, который мечтает сделать свою карьеру. Я стал... Да, у меня ощущение уже эхо пошло, нет? И что я говорю сразу на все микрофоны. Вот, да, и в этом диалоге дана очень важная такая конструкция. Алкиавит говорит, я хочу вот, ну, как все наши пациенты, они все хотят всевеликого и что-нибудь грандиозного, вот, и он тоже хочет управлять людьми и хочет управлять полисом. И Сократ ему говорит, вот ты собираешься управлять людьми, а ты умеешь управлять собой. Что ты про это понимаешь? Что ты понимаешь про управление собой? Я должен сказать, вот, особенность этого платоновского-сократовского понимания заботы о себе в социальной ответственности. То, что мы сейчас утрачиваем, и то, что очень важно. Управлять собой нужно не просто потому, что нам нужно бороться со своими какими-то эмоциями, состояниями, там и так далее, а потому что мы живем в социуме, который должен решать сложные задачи. Забота о себе у Платона – это забота о настоящем гражданине, который думает о времени, о государстве, о себе, о социуме. Аристотель называл человека социальным, точнее, политическим животным, и мы таковы. К сожалению, сейчас про нас так сложно говорить, потому что время такое, что все мы становимся маленькими винтиками больших и государственных, и механизмов, и механизмов национальных корпораций, прежде всего технологических. Следующий ход от этой такой очень большой заботы о себе, как о гражданине, как о члене большой социальной общности, где ты берешь на себя ответственность за других, это забота о себе, которую вы, наверное, все знаете, потому что когнитивные психотерапевты любят обращаться к стойкам. И стойки заботу о себе понимали уже в таком более упрощенной вещи. Нам всем предстоит умереть, у нас все отнимется, мы должны сохранить самих себя в этом и сохранить свой собственный дух, собственную силу. И это такая практика управления своими страхами, гневом, то, чем мы уже, так сказать, психотерапевтически занимаемся со своими пациентами. Но дальше, как вы понимаете, Древняя Греция погибла, Синека был приговорен к смертной казни своим учеником через самоубийство. Дальнейший Синека Марк Аврелий был, по сути дела, последним великим императором уже Рима, и Рим падет. Вот. Дальше, между двумя величайшими войнами, Первой и Второй мировой, в 1927 году, Мартин Хайдеггер возвращается к идее заботы о себе. Здесь у него это такое уже глубокое эвенциальное чувство. Он говорит про заботу о себе, как о вброшенности нашу в мир. Мир нас не ждет, он нас особенно ничем не собирается радовать. И это наше существование, которое мы должны как-то пронести через это ощущение предстоящей грядущей смерти. И в этом смысле забота о себе у Хайдеггера – это становление человеком в мире, который, собственно говоря, чужд всему человеческому, всему по-настоящему значимому. Вот. Значит, вот такова забота о себе между Первой и Второй мировыми войнами. И дальше забота о себе, которая появляется в работах уже Мишеля Фуко, которая осмысляет их уже, будучи смертельно больным. У него был ВИЧ и перед смертью. И эти работы практически не опубликованы. Сама работа «Забота о себе» опубликована. Это часть его знаменитой истории сексуальности. Вот. А мысли, которые я здесь привожу, Фуко, забота о себе, мы вот знаем уже в пересказе, потому что он запретил публикацию все посмертные. Фуко активный участник событий 1968 года, французской революции. Он участник событий, когда мир снова перевернулся. Мир, о котором Жиль де Лёс, другой французский философ, и друг Фуко сказал, мир утратил свой стержень. Мы действительно всю историю человечества жили в иерархических конструкциях. У нас был царь, бог, там, кто угодно. У нас всегда был верх, всегда был низ, у нас всегда была жесткая иерархия, была социальная структура, там, и так далее. 1968 год показал, когда студенты вышли на улицы и, значит, протестовали против французского правительства, руководства Франции. И тогда же, как вы понимаете, появились хиппи, да, это протестное движение, которое отрицало, там, американскую такую морализаторскую конструкцию, тоже иерархическую. Вот, мир утратил свой стержень, мы потеряли иерархии. И вот, помните, я начал с заботы о себе, как о осознании своей роли в государственности, осознании своей миссии. У Платона, кстати, в диалоге государства есть такая сентенция, он говорит, что философы никогда не пойдут управлять государством, потому что им это не нужно. Вот, и они считают это глупостью, и они сделают это только, если их попросят об этом. Вот, и с осознанием своей гражданской ответственности они пойдут этим заниматься. Вот, сейчас, если мы говорим про заботу о себе, которая формируется в обществе, утратившем свою иерархию, мы потеряли возможность возвращения к платоновскому алкиовиду. Сейчас у нас осталась одна единственная забота. И эту заботу Фуко формулирует как разыскание и сказывание правды о себе. Это вот достаточно, может быть, кажется, странный тезис, но если вы посмотрите на свое поведение в социальных сетях, а все вы так или иначе в них присутствуете, то вы увидите, что вы лжете. Вы лжете искусно, с упоением. Вы лжете для того, чтобы получить лайки, одобрения, для того, чтобы сформировать свой имидж, неважно, в глазах друзей, бывших одноклассников или собственных пациентов. Вы создаете образы, симулякры самих себя, и вы это делаете, не осознавая этой лжи, потому что, ну, конечно, у меня есть масса фотографий, и лучше я положу ту, которая, где я выгляжу получше. Я вас всех хорошо понимаю. Вот. Мы все оказались в мире этого бесконечного симулякра, да, и фундаментальная трагедия поколений, вот, поколение Y на его излете, и поколение Z, с которым мы сейчас все больше и больше будем иметь дело в качестве психотерапевтов, вот, потому что дети, выросшие в цифровой среде, приходят сюда, да, это знаменитое завышенное ожидание. Все смотрят в Инстаграмы, в Фейсбуке, ВКонтакте, видят жизни, которой нету тех людей, чьи аккаунты они смотрят, но все думают о том, что вот мне-то не получилось, я у яхты не сфотографировался, я в этих ресторанах не был, я у этих водопадов не стоял и так далее, и вот она моя никчемная жизнь, вот, и эти новые депрессии, из-за того, что у вас нету лайков, нету одобрений и нечего запостить, так сказать, в социальных сетях. Новая фантастическая реальность. Мир действительно утратил свой стержень, он утратил свою социальную структуру. Мы разобщены, мы индивидуализированы, и при этом мы абсолютно гомоморфны, мы все одинаково лжом. Вот, рассказывая, это про разыскивание и сказывание этой правды о себе, сейчас, мне кажется, самое сложное, но самое важное для того, чтобы мы сохранились, как люди, которые, собственно говоря, представляют собой ценность для кого-то другого, ну и для самих себя в частности. Все это, конечно, сейчас в значительной степени отягощено той ситуацией, в которой мы находимся. Вот, мы находимся в драматической ситуации, где цифровая зависимость, информационная интоксикация оказывают самое негативное воздействие на человека. Значит, он пребывает в перманентной, такой умственной жвачки, перемалывает вот эти информационные потоки, ничего в этой голове не остается, потому что навыки мышления утрачиваются. Я сейчас приведу вам данные исследования. Это Арик Сигман, член Британского королевского общества медицины. Значит, вот данные, которые, мне кажется, не могут не шокировать. Один год жизни целиком, 24 часа в сутки, провели у экранов, мониторов, компьютеров и гаджетов современные 7-летние дети. Год жизни из 7 лет уже прошли, по сути дела, в виртуальной реальности. 4 года жизни, 24 часа в сутки, провели в гаджетах, социальных сетях и прочим, молодые люди, которым сейчас 18 лет. 8 часов в сутки в среднем проводит за экраном современный человек. Если мы посмотрим на динамику того, как мы поменяли человека на гаджет, то вы увидите, что в 87-м году, вот, ну, это данные международные, да, 4 часа, это был телевизор. Это среднее время пребывания человека со включенным телевизором. Вы помните, раньше люди приходили, включали его как фон, и он постоянно работал в квартире. 6 часов времени люди приводили к лицам к лицу, общаясь и взаимодействуя. Сейчас у нас с нами, с нами 2018, да, год. Вот, здесь данные по 7-му году. С людьми 2,5-3 часа, с гаджетами и экранами 7-8 часов. Мы оказались в конструкции, при которой мы полностью порабощены компьютером, ну, там, компьютером, гаджетом и так далее. Мы находимся в состоянии постоянного потребления. Сейчас уже выпускаются симуляторы айфона. Вы знаете, по себе и по своим пациентам. Когда у них возникает свободная пауза, они пытаются сразу, ищут, где телефон, и начинают его крутить, вертеть, значит, что-то там нажимать, смотреть положение, смотреть обновление, там, и так далее. Вот, это настоящая цифровая зависимость. Я не стал здесь проводить много цифр, хотя, в общем, они сейчас пугающие, и мы видим уже нейрофизиологические исследования. Лидером поэтому является Южная Корея. Там уровень цифровой зависимости самый высокий в мире, достигает 20%. Значит, все это имеет нейрофизиологические корреляты. То есть речь идет о 15 примерно процентах утрат нервных связей, нейронных контактов между клетками коры головного мозга. Речь идет о формировании таких паттернов, которые характерны для наркотической зависимости и на биохимическом, и на нейрофизиологическом уровне. Эти данные уже доказаны. Это я говорю о данных 17-го года. Здесь этим слайдом я хочу вам продемонстрировать, что существенная проблема этой нашей гаджетозависимости состоит в том, что мы с вами перестаем думать, делегируя свои мозги этим гаджетам. И у нас есть субъективное ощущение, что мы очень много всего помним и знаем. Но упаси Господь, кого-нибудь начать нас пытать на предмет того, что мы помним и знаем. В этот момент мы сразу обнаружим свою очевидную дефектность. Проблема состоит в том, что у мозга есть специфическая особенность. Если он знает, где он может достать знание, он считает, что он этим знанием обладает. При наличии Facebook, Google, Яндекса и так далее. И это исследование проводилось на молодых людях. Они в полной уверенности, что они все знают, что они могут узнать в интернете. Но это неправда. Эта информация не хранится на их серверах. То же самое с пониманием. Если вы посмотрите, как современные дети пишут свои бесконечные рефераты в школах, и они скачивают Википедию. Это глупую, бессмысленную Википедию, в которой прекрасно структурирован материал. Раньше, когда мы читали книги, мы должны были вынимать содержание из книг и структурировать его внутри собственной головы. Сейчас этого не нужно делать, потому что вам сразу дают весь материал, проработанный. Вот вам основная идея, вот вам историческая справка, вот вам источники, вот вам суть. Значит, мы перестали думать, мы перестали выбирать, мы перестали ориентироваться на местности. Количество функций, которые мы отдаем гаджетам, кажется, главный сейчас интеллектуальный навык, который у нас еще как-то сохраняется, это как освоить новую структуру помощи в гаджетах. Все остальное, это вот уже за гранью нашей возможности. Значит, вот мы находимся сейчас с вами вот в таком распрекрасном времени, вот, и мы, люди, реально глупеют, да. Два, две, два новых диагноза, это, ну вот, кровь на цифровой зависимости, которая является такой тотальной, это цифровое слабоумие, я уже могу сюда говорить, да, с эхом, вот, это цифровое слабоумие, и это информационная псевдодебильность. На прошлом форуме я рассказывал подробнее, что такое информационная псевдодебильность, по большому счету, это состояние, при котором люди разучились мыслить глубоко и объемно. Они разучились строить сложные карты реальности. Я думаю, что вы это в определенном смысле замечаете по своим пациентам, потому что они иногда творят такие странности, что это не особенно укладывается в голову, как можно это делать, и потом на здравом, так, в трезвом уме и здравом памяти спрашивать, что дальше с этим делать. Вот. Но я вам должен сказать, что даже эволюция нашей когнитивно-поведенческой психотерапии, которая, в общем, достаточно серьезной такой аналитической работы, в которой она была изначально, когда ее создавали, значит, основатели, так скажем, современного видения когнитивно-поведенческой психотерапии, типа Элиса, Бека и так далее, который требовал от пациентов рассудочности, рефлексии, здравого рассуждения, объективной оценки ситуации, да. Сейчас мы перешли в третью волну, которая представляет собой бедие по бубнам, вот, и впадение, значит, в состояние транса. Ну, нейрофизиологически это, в общем, работает, да. Фарб доказал в 2008 году это исследование, что если мы медитируем, то у нас включаются те области мозга, которые являются антагонистами так называемой дефолт-системы мозга, которые отвечают у нас как раз за мышление. Вот. И если мы уж думаем глупо, то лучше не думать вообще. Вот. Поэтому, в общем, медитация должна немножко помогать. Вот. Значит, ну, вот, я считаю, что это сейчас самое важное и самая большая проблема. Поэтому я основал в Петербурге вот интеллектуальный кластер игры разума и сейчас работаю над проектом, о котором хочу вам немножко рассказать. Вот. Про разыскание и сказывание правды о себе. Значит, этот проект называется Академия Смысла. Вот. Ну, я сразу должен предупредить, когда я говорю про смысл, я говорю вовсе не про смысл в каком-то метафизическом смысле, потому что таких смыслов не существует. Это просто, как бы сказать, больное воображение. Существует смысл у высказываний и существует смысл у действий. Все, с чем мы с вами имеем дело, это высказывание и действия. И наша задача состоит в том, чтобы обратить эти высказывания и действия в что-то осмысленное, чтобы люди, которые хотят, а это основная идея нашего проекта, развивать свое мышление, способность думать, способность строить сложные карты реальности и принимать решения. Вот. Значит, их задача обернуться на свои высказывания, на то, что они говорят и на то, что они делают. Значит, я написал три книги, и сейчас я немножко про это расскажу. «Красная таблетка», «Чертоги разума» и «Троица». И они составляют три таких курса. Вот. По 16 занятий каждые. Занятие длится по 4 часа. Они проходят в группах по 7 человек. Значит, и на протяжении этих встреч, значит, участники используют там эти книги как вспомогательный материал, но в целом у них есть четкие инструкции, задания, вот, которые они выполняют как раз для достижения осмысленности своих высказываний и действий и для получения таким образом навыков более эффективного мышления. Значит, ну, с чего мы начинаем, условно говоря, первый курс «Красные таблетки». Значит, «Красная таблетка», у нее есть подзаголовок, «Посмотри правде в глаза». Вот. Книжка стала уже бестселлером, вот, совершенно для меня, впрочем, неожиданным, потому что я думал, что книжки уже окончательно перестали читать. Ну, в общем, я, правда, списываю на эффективность моего Инстаграма и Ютуба, вот, а не на то, что они сами по себе, значит, что-то из себя представляют. Вот. Но, значит, вот первый курс действительно посвящен «Красной таблетке». И когда я создавал эту книгу, вообще, мне все просили написать, я же работал на телевидении, руководил большой компанией, я многие вещи всегда объяснял, говорил про типы мышления, как люди думают, и чтобы они учитывали это, принимая решения, эти наши топ-менеджеры. И меня все время просили, чтобы я написал эту секретную типологию. Вот. И я подумал, что я ее не могу написать, пока не расскажу какие-то базовые вещи, которые мы должны сами про себя понимать. И вот в «Красной таблетке» я рассказываю несколько вещей, которые совершенно контратегативны, и это очень сложно принять. На уровне разума мы вроде бы понимаем, что сознание является производной нашего мозга. Вот. Но при этом мы не понимаем, что из этой конфигурации получается, что вдумает в нас мозг, а то, что сознание думает, это нам только так кажется. Потому что на самом деле наш мозг лишь принимает соответствующие решения. Вроде бы мы с вами хорошо об этом знаем, потому что мы в свое время изучали так или иначе социальную психологию и знаем про эксперименты Эша, Милграма, Зимбардо и других выдающих социальных психологов, которые показали, что наши ценности, наши сознательные установки не определяют наше поведение. Наше поведение в действительности определяется нашими ситуативными факторами и нашей реакцией на ситуативные факторы. Значит, ну, кроме этого, понятно, Либитт со своим экспериментом знаменитым выступил, да, и его сейчас все критикуют, говорят, ну, что такое, какая-то ерунда, подверг, понимаете, свободу воли, значит, сомнению. Выясняется, что мозг принимает решение раньше, чем сознание об этом узнает. Вот, боже, боже, философы сознания по этому поводу затеяли огромный большой философский спор. Вот, но я вам должен сказать, что это все очень наивно и забавно, потому что нужно вообще понимать, как формируются доминанты. Алексей Алексеевич Ухтоповский нам принципы доминанта в 20-м году, в общем, все рассказал. Вот, и если вы знаете нейрофизиологию, то вы понимаете, что доминанта формируется несознательно, она формируется борьбой нервных центров внутри, собственно говоря, пластов нашего мозга как такового, и после того, как соответствующая доминанта побеждает, мы узнаем о том, что наш мозг это решил, и дальше мы находим логическое обоснование этому факту в своем, значит, своей лингвистической картине мира, о чем вы прекрасно теперь можете прочитать. Ну, это еще на самом деле Пенфилд сказал в своей последней знаменитой книге, вот, но потом это и Газаника и ряд других авторов прекрасно продемонстрировали на эффекте расщепленного мозга. Ну, так или иначе, не знаю, в опасности свобода воли или либит, вот, но правда состоит в том, что в 2007 году, значит, институт Макса Планка в Лейпциге показал, что мы можем прогнозировать поведение человека, что он решит, какое сознательное решение он примет, за, вы видите, график, 10-8 секунд до того, как он это решение принял. Доминанты уже в этом нейрофизиологическом комплексе родятся, вот, они уже начали конкурировать и в целом по данным ФМРТ и других, в общем, исследований, которые сейчас позволяют заглянуть внутрь работающего мозга, мы можем увидеть, какая из этих доминант победит и какое решение человек, соответственно, примет. Значит, вот, возможно, первое и самое важное, что должны понять участники нашего курса мышления, это то, что мыслить сознательно, это дело хорошее, но дело, так скажем, бессмысленное. Я вам как когнитивно-поведенческим психотерапевтом хочу сказать. Значит, вот у нас есть много методик, как мы сознательно пытаемся человека вывести на какую-то здравость, правда? Чтобы он там иррациональны свои установки, автоматические мысли расследовали. А теперь представьте, что у вас есть этот человек, который имеет все эти инструкции, но нет вас. Вас нет, которые наблюдают, которые уговаривают, которые рассказывают, которые танцуют танцы, которые говорят о важности, которые говорят, поверьте, это действительно, надо так делать. Вы оказываете на него психологическое давление, заставляя его что-то делать, а не потому, что он сознательно вдруг понял, а, ну да, моя паническая атака, это просто вегетативный приступ. Если где-то такие есть пациенты, покажите мне, на них будет хорошо, удобно зарабатывать. Ну вот, значит, соответственно, наше сознание, первое, что нужно понять, что думает наш мозг, это очень контуринтуитивно, и, соответственно, на целом, в комплексе занятий мы пытаемся сделать это внутренним пониманием. После того, как мы понимаем, что думает за наш мозг, мы должны узнать, что же на самом деле наш мозг хочет. Значит, у нас есть куча всяких, если вы спросите у человека, что он хочет, я на одном из первых занятий, прошу их, значит, сформулировать, что они хотят, чтобы они потом вернулись, там, после каждого занятия они выполняют домашние задания, пишут мне ответные письма, вот, и когда человек говорит, что он хочет, мы получаем набор всякой разной ахинеи, подчеркнутой из культуры, вот, который, вот, человек считает, что он хочет, но он в инстаграме видел у кого-то, в фейсбуке ему показывали, вот, на самом деле, наше желание, конечно, кореняться в наших подкорковых структурах, мы с вами биологические существа, и наши, и наши, наши реальные потребности, это потребности в самосохранении, это потребности в социальной иерархии, в установлении социальных связей, и это потребности в продолжении рода, и надо понимать, что эта потребность в нашем сложном мозгу претерпела существенные изменения, поэтому у нас, на самом деле, половая потребность, вот то, что предыдущий лектор рассказывал, на самом деле, сильно видоизменена, наша реальная половая потребность состоит в том, что мы хотим производить впечатление, вызывать восторги, мы хотим нравиться, мы хотим быть желанными, именно поэтому Лакан говорит о желании, желании другого, это поиск восхищения, ну, собственно говоря, если вы вернетесь к эволюции, посмотрите, то ровно так и ведут себя животные, завлекая, так сказать, других, значит, на сексуальные действия, павлиний хвост и так далее, производить впечатление и ронять в обморок, чтобы потом воспользоваться положением, так сказать, впечатлившего субъекта, вот, значит, вот, собственно говоря, эти три наши базовые потребности, что тоже нужно осознавать, потому что в действительности, какую бы когнитивную конструкцию мы не построили над всеми своими жизненными планами и стратегиями, мы действительно ищем безопасности, и для нас безопасность ассоциируется с деньгами, с материальным благополучием, центры боли у вас активизируются, когда вам надо потратить любую сумму денег, вот, нейрофизиологически у вас реагируют подкорковые центры, значит, наши деньги залезли нам уже в подкорку, а вовсе не являются просто когнитивным образованием, таким сознательным, вот, мы должны иметь свою стаю людей, которые нас поддерживают, а в нынешнем мире это вообще очень сложно, вообще, люди, которые встречаются на группах, их первый восторг состоит в том, что неужели мы 4 часа разговаривали с друг с другом, вот, это сейчас уже само по себе редкость, да, значит, ну, и соответственно, какими бы у нас ни были содержательные наши цели и задачи, мы будем решать именно эти вопросы, и это правда о себе, которую нужно понимать, мы хотим материального достатка, мы хотим социальной поддержки, мы хотим, чтобы нами восхищались, до тех пор, пока вы не признаете того, чего вы хотите на самом деле, вы, во-первых, этого не получите, во-вторых, будете, ну, мулякор, значит, после того, как они проходят курс, красные таблетки, начинается курс чертоги разума, это вторая книга, которая в этой серии, Академия смысла, которая посвящена тому, как работает наш мозг, как работает дефолт система мозга, вот, которая, собственно говоря, и думает в нас, значит, это исследование, которое, на самом деле, было впервые, это открытие сделано в 1997 году, Гордоном Шульманом, вот, но его тогда завернули научные журналы, сказали, что это ошибка исследований, вот, значит, в 2001 году уже Маркус Рейчел, как бы, сформулировал этот закон, так называемый дефолт системе мозга, ее еще называют дефолт пассивного режима работы, значит, ирония состоит в том, что когда вы сознательно решаете задачу, ваш мозг потребляет меньше энергии, задействует меньшее количество нервных связей, но в тот момент, когда вы отвлекаетесь, и уходите куда-то в себя, и начинаете думать про то, что там у вас в голове варится, в этот момент включается, вот здесь вот на этом, на этой картинке изображено, вот, связи, значит, в мозгу, которые активизируются в момент, когда вы, собственно говоря, уходите в это состояние, так называемых, внутренних блужданий, мы в этом состоянии сейчас показано, проводим 46% времени, вы меня слушаете, у вас работает центральная исполнительская сеть, вы пытаетесь понять, что я говорю, потом вы теряете нить, задумываетесь о чем-то своем, в этот момент у вас активизируется дефолт-система мозга, значит, вот управление дефолт-системой мозга, а именно той зоной, в которой мы, собственно говоря, и мысли, составляет очень большую сложность, прежде всего, нужно ее увидеть, почувствовать собственное мышление, потому что вы его не чувствуете обычно, вы когда задумались, и вам кто-то из близких говорит, о чем задумался, вы что отвечаете, ни о чем, в этот момент у вас работала дефолт-система, и думала, и очень мощно думала, ее возможности по сравнению с сознанием, которое очень ограничено, всего одна задача в единицу времени, всего три аспекта ситуации, всего три секунды продолжительности одной нашей сознательной мысли, дефолт-система в этом смысле куда мощнее, она способна удерживать до 150 объектов, она мультизадачна, и продолжительность мысли, о которой вы способны думать, больше десяти секунд. Это, конечно, очень мало, но это очень много по сравнению с сознанием. Да, значит, соответственно, для того, чтобы ощутить собственное мышление, мы должны сначала инвентаризировать содержание своей дефолт-системы. Как говорит Маркус Рейчел, когда мозг оставляется предоставленным самим себе, он начинает размышлять о наших социальных отношениях. Благодаря Робину Данбару, это Ухтсурский университет, блестящий профессор, который в свое время показал нам на приматах, что наша стая внутренняя состоит из порядка 150-250 человек, сейчас провел уже кучу исследований с помощью цифровых технологий и так далее, и показал, что наша с вами стая, а это люди, о которых мы постоянно думаем, люди, которые живут в нашей дефолт-системе мозга, составляет 150 человек. Поэтому на наших занятиях мы должны производить инвентаризацию своих внутренних стай. Я чуть позже сейчас скажу, значит, все это происходит у каждого человека по-разному, и это связано с тем, что мы думаем с вами по-разному. Значит, и после того, как мы, собственно говоря, всем этим занимаемся, мы можем перейти к пониманию того, что реальность, с которой мы имеем дело, принципиально недоступна, и мы строим модели реальности. Другие люди, с которыми вы взаимодействуете, это не живые люди, это их образы в ваших головах, это модели других людей, которые вы создаете вашей дефолт-системой. Но точно так же вы моделируете не только других людей, но как Людвиг Генштейн в свое время показал, мы таким образом моделируем и любые ситуации. И, соответственно, мы создаем карты этих территорий, реальностей, с которыми мы имеем дело. Эти карты могут быть вот такими примитивными, как из этого трактата 1320 года, а могут быть вот такие. Это кусочек дворцовой площади, и там видно полоску, на которой я ходил в свое время нахимовцам на параде. Как вы понимаете, четкость карты сильно меняется, в зависимости от того, какое количество фактов вы способны учитывать, насколько вы понимаете, что вы на самом деле занимаетесь созданием именно модели реальности, и каким образом вы можете это свое ощущение мышления использовать в качестве целенаправленного мышления. И третий курс, это троица, он как раз посвящен трем типам сборки интеллектуальных объектов, которыми мы пользуемся. Я тоже понимаю, что это знание контрритуитивно, но если вы вспомните нашего незабленного Ивана Петровича Павлова, который в той самой клинике, где мы с Дмитрием Викторовичем в свое время работали, и мы ходили все время мимо этого кабинета, нас туда не пускали, там был секретный ключ, надо было добиться блата, чтобы попасть в кабинет, в котором Иван Петрович читал свои клинические павловские чтения, проводил свои клинические павловские среды, а мы уже сделали клинические павловские чтения. Он разделил всех людей на мыслителей и художников. В этой аудитории можно говорить, он их разделил на шизоидов и истероидов, и пытался определить специфическое их мышление. И говорил, что специфичность состоит в том, что в одном случае первая сигнальная система берет на себя лидирующую роль при формировании этой модели реальности. Это у художников истероидов, у шизоидов, у мыслителей вторая сигнальная система, сигналы сигналов берут на себя. При этом он говорил, что есть еще и третий, но в одной из цитат говорит, где можно иметь такую характеристику, не знаю, это вам придется самому разыскать, сказал он доктору, который встретился с представителем третьего типа на этом разборе. Не случайно Павлов не мог обнаружить этот третий тип. Это третий тип, как Павлов его называл, смешанный, мы его называем центристами или невротиками. Значит, это он не исследовал поведение, социального поведения животного. Если мы посмотрим в дефолт-систему, то мы увидим, что в нее входят как лимбические зоны первой сигнальной системы, так и медиальная префронтальная кора области, которые связаны уже с высшими когнициями второй сигнальной системы, но есть и сама еще дефолт-система. Значит, и, соответственно, вот этот тип, можно понять, это логически из поведения животных. Я бы вам много здесь мог рассказывать про исследование Франца Девали, ученика, соответственно, уже Тенбергера и Лоренса. Но сейчас у нас нет времени. Я просто вам расскажу, что когда люди структурируют свою дефолт-систему, наши участники, и когда они делают из них вот эти свои модели социальных пространств, то разные типы, шизоидные, стероидные, невротические, значит, строят свои внутренние вот эти стаи совсем по-разному. Здесь вы видите, как ее строит центрист, это обязательно значимые фигуры, вокруг которых образуются такие социальные поля, которые делают эти фигуры значимыми и понятными. Конструктор, шизоидный тип, всегда, как ему и следует со второй сигнальной системы, производит попытки абстрактно-логической организации, значит, по каким-то формальным критериям и признакам своей внутренней стаи. Если вы посмотрите на астероиды, рефлектор, как мы его называем, то он структурирует свои внутренние стаи совсем иначе. Это такие вспышки, я это называю фейерверком, это люди, на которых он производит впечатление, которые на него производят впечатление, и, собственно говоря, вот такое достаточно красивое витиеватое пространство. В результате эти люди совсем по-разному структурируют и свой внутренний мыслительный процесс. Если вы будете пытаться анализировать их сознательную деятельность, то вам покажется, что они думают совершенно одинаково. А если вы посмотрите, какие на самом деле интеллектуальные задачи они решают, то вы увидите, что подход центриста позволяет ему, это называется, эссенциализм, да, такой феномен психологический, внесение психологических сущностей во все, в людей, в явления и так далее, они как бы все время пытаются понять, что происходит на самом деле, что стоит вот за тем, с чем они сталкиваются. Подход конструктора позволяет выявить закономерности и концептуализировать. Это очень эффективно, но они не видят, что происходит на самом деле. Иногда в своих конструкторских этих сборках они уходят так далеко, что мы уже не можем, собственно говоря, понять, зачем они это делают, что они там пытаются решить, какую задачу и так далее. Подход рефлектора, он всегда очень как бы индивидуалистичен, но в этом смысле очень правильный с точки зрения того, чтобы понять, как среда реагирует. Никто, как и истерики и рефлекторы, не понимают эту значимость реакции среды. Собственно говоря, на курсе мы учимся тому, что мы обучаемся пониманию того, как работают все эти три контура, как работают эти три интеллектуальных сборки, интеллектуальных объектов, и каким образом, будучи, например, конструктором, научиться и видеть центристскую, сущностную составляющую любого интеллектуального процесса, и как увидеть ее ценность и представленность во внешнем мире, как у рефлектора. Соответственно, также центрист видит, как строить закономерности, как видеть представленность во внешнем мире. Андрей Владимирович, буквально несколько... Я закончу. Это последний слайд. Я, в отличие от предыдущего, как говорю, последний, мой последний. Вот. Значит, соответственно, вот такова наша стратегия обучения мышлению. Мы идем по трем пунктам. Мы сначала пытаемся понять, кто мы есть на самом деле, разыскиваем эту правду о себе и сказываем ее. После этого мы говорим о том... Мы пытаемся ощутить в себе собственное мышление, а потом мы используем структуры, которые позволяют нам действительно увеличить эффективность мыслительной деятельности. возможно, скоро для того, чтобы кого-то лечить психотерапией, прежде их нужно будет отправить в Академию Смысла, вот, чтобы они начали соображать, что вы им говорите. Вот. На этой счастливой ноте я готов завершить свое повествование. Спасибо, Андрей Владимирович. И, друзья, у нас есть время для вопросов. Буквально два вопроса сейчас мы готовы озвучить в микрофон. После чего у нас будет кофе-брейк. Вы также сможете подойти к Андрею Владимировичу и, возможно, задать какие-то свои личные вопросы или те, которые вы не успеете задать сейчас. И я попрошу одного из коллег мне помочь с микрофоном. И первый вопрос. Дмитрий Викторович, вы пользуетесь полномочиями. Спасибо. Я злоупотреблю полномочиям своим. Позвольте, Андрей Владимирович, как-то в духе нашего сообщества, ну, не то чтобы реабилитировать как-нибудь, но дать ей шанс. То есть в финале я все-таки услышал, что есть возможность формировать какое-то более критическое, эффективное мышление. То есть это не отрицание мышления как такового, что у нас нет шанса измениться. Все-таки есть такие технологии, есть такие возможности, есть такие шансы, чтобы нам как-то воспрянуть духом, потому что часть материала потребует дальнейшей реабилитации когнизионно-погнических терапевтов. Я надеюсь, следующим докладом дать тоже шансы надежду. Но я вам должен сказать, что вы сейчас застаете спор, который случался у нас в клинике неврозов имени Академика Павлова в 99-м, 2000-м годах, то, что мы все время про это. И я все время с Дмитрием Викторовичем говорил. Здесь нужно всегда учитывать и всегда понимать, что вот наш когнитивный инструментарий, он вторичен по отношению к тому, что мы на самом деле делаем с пациентом. Все время у меня была такая статья, она называлась «Гуманистический континиум когнитивно-поведенческой психотерапии». Мой учитель Олег Николаевич Кузнецов требовал, чтобы я написал по гуманистической психотерапии, а я отрицаю ее существование. Поэтому я выкрутился, чтобы написать журнальную статью для Вестника психотерапии. «Гуманистический континиум когнитивно-поведенческой психотерапии». Действительно, мы с вами создаем с нашим пациентом отношения, когда он начинает нам доверять. И дальше мы его ведем поведенчески по жизненным ситуациям. И дальше означиваем это, якорим это, так сказать, правильными когнитивными установками, для того, чтобы он смог схватывать свои опыты, свое новое понимание ситуации с помощью каких-то лингвистических конструкций. Если с помощью соответствующих лингвистических конструкций его опыт не будет схвачен, и вы не сможете ему вернуть, вы не сможете к нему апеллировать и так далее, то даже ваши психотерапевтические успехи, то, что он справился с поездкой в метро, с выступлением публичным и так далее, у него не задержатся. Значит, то, что касается наших когнитивных конструкций, это скорее структурирующий опыт и фактическое поведение действия. Не случайно свое психотерапевтическое руководство я называл руководство по системно-поведенческой терапии. Мы осуществляем поведение, речевое поведение – это одна из частей поведения, она очень важна для означивания и схватывания опытов, но, к сожалению, нельзя рассчитывать, что вы просто все умно и красиво расскажете, после этого пациент скажет, а, ну я все понял, и пойдет, значит, что-то менять. К сожалению, не пойдет. Вот, поэтому очень важно когниции, как мы шутили еще в то же время, если они есть. Вот, значит, у нас была такая психотерапевтическая шутка. У нас была возможность убедиться, что это разговор не на один час, а для продолжительной длительной беседы. И, коллеги, пожалуйста, вопрос у вас был. Я напоминаю, что мы очень стараемся изо всех сил придерживаться тайминга, поэтому все остальные вопросы вы сможете задать, подойдя лично, и после этого отправиться на кофебрейк, который будет до 12.30. Сейчас включат. Ну, а, ну да, вот включили. Олег Лазунов, теперь уже в Санкт-Петербург. Вот у меня практически вы ответили на мой вопрос, но я все-таки уточню. У меня такое впечатление, что идет борьба между когнитивным и поведенческим. То есть вот в вашем докладе поведенческое превалирует. Так или нет? То есть поведение первично, то есть по сути дела суть о том, что первично, курица или яйцо, да? То есть поведение первично, мышление вторично. Так ли это? Ну, значит, здесь вопрос, как вы понимаете поведение. Если вы понимаете его в скиннеровской конструкции, да, как просто внешнюю форму поведения, то, конечно, вот. Но мы придерживаемся здесь Ивана Михайловича Сеченова, вот, с его пониманием поведения, как нашей психической деятельности, да? Значит, у нас в этом смысле любая когнитивная деятельность, ну, такая сложная, второсигнальная, да, когнитивная деятельность, вот, она вся является частью поведения. Поэтому в системно-поведенческой психотерапии дано пять аспектов поведения. Интересное, перцептивное, перцептивное, речевое и социальное. Вот, поэтому тут просто, вот, это поведение не скиннеровское, да, это поведение, наш мозг собирает интеллектуальные объекты, он делает это на всех уровнях, сейчас это показано, и, если вы посмотрите, это, мне кажется, очень любопытно, наш мозг на всех уровнях организации своей психики собирает интеллектуальные объекты абсолютно одинаково, начиная с зрительных образов, слуховых образов, заканчивая образов других людей или наших представлений о чем-либо. Сама внутренняя нейрофизиологическая механика сборки интеллектуальных объектов, она универсальна. И это удивительно, каким образом Иван Михайлович Сечен смог это, как бы сказать, сформулировать тогда, когда вообще просто еще Бог был. Все, спасибо большое. Спасибо большое, Андрей Владимирович.